В Париже пятую субботу подряд протестовали жёлтые жилеты. Картина знакомая. Беспорядки, полиция снова пустила в ход водомёты, газ и резиновые пули. О ситуации Николай Соколов. То ли они устали, то ли большинство всё-таки устроили уступки Макрона. Но эта акция протеста оказалась наименее масштабной по сравнению с другими. Правда, не менее запоминающиеся. Не только жёлтые жилеты, но и профсоюзы Франции вышли на улицы. Если поднять чуть выше камеры, мы увидим, что протестующие собрались возле полиции, одевают маски. Это значит, что в ближайшее время, скорее всего, следоточивый газ здесь могут применить. Ну и, кстати, знаю, что меры безопасности, конечно, везде усилены. В Париже опять сегодня неспокойно. Сразу в нескольких точках города, сколько людей вышло на улицы, трудно даже сказать. Если, опять же, мы повернёмся в сторону площади, мы увидим очень много людей, не только эти самые жёлтые жилеты, но и другие. Масштабных разрушений случилось. Самых агрессивных и радикальных задержали ещё неделю назад. Впрочем, и в эту субботу полторы сотни активистов отправили за решётку. Полиция действовала предельно жёстко. В ход шёл слезотащивый газ, водомёты и резиновые пули. В качестве укора полиции несколько девушек переоделись в костюм Марианы, ставший символом Великой Французской революции. И молча встали напротив жандармов. Никого из них полицейские задерживать так и не решились. Они приняли законы и не спрашивали наше мнение. Это разозлило людей, и многие стали выходить на улицы. Всё началось с закона о понижении скорости до 80 км в час, а потом ещё много всего. Теперь каждый раз, когда они делают что-то против народа, мы идём против них. То, что мы начали здесь, невозможно остановить. Тысячи полицейских уже отработали схему противодействия митингующим. Чтобы те не пошли большой группой на важные правительственные и туристические объекты, спецотряды разбивают толпу на небольшие группы, а потом арестовывают самых буйных. В этот раз погромы оказались меньше, потому что к ним уже многие подготовились. Утренние улицы Парижа выглядят примерно так. Конечно, на некоторых точках была тяжёлая техника полиции. Те самые БТР или машины-водомёты, которые раньше на улицах встречали немногие. Теперь кажется, это стало привычным. На фоне даже маленьких протестов, последствия большие. Если политическая система страны остаётся неизменной, то экономическая постоянно теряет миллионы евро. Сверхурочная работа полиции. Повышенные меры безопасности заставляют тратить бюджетные средства на внебюджетные события. Малый бизнес тоже пускает деньги вместо новых столов, стульев или оборудования на покупку и установку защитных роллставней от мародёров и нанимает охранников. Прошлую субботу мой магазин был разграблен. Все мои костюмы валялись на полу. Демонстранты ломали витрины и брали всё, что хотели. Некоторые костюмы были оплачены заранее. Как мне теперь возвращать деньги? Это ужасно. Забитые досками магазины напоминают осаждённые крепости. Разгромить их желающие не находятся. В субботу многие просто не работали. Но зато были открыты все туристические объекты. Туристов пустили и на Эйфелеву башню, и в Лувр. Их взяли под усиленную охрану. Эксперты гадают. То ли это затишье перед новой бурей, то ли движение пошло на спад. В двухмиллионном Париже на улицы вышли не более пяти тысяч человек. Николай Соколов, Дмитрий Большаков. Вести. Париж. Франция.